Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И специально для вас я разработал курс «Английский язык шаг за шагом. Все уровни». И хочу сразу сказать, что данный курс не совсем для начинающих. То есть, для начинающих и средний уровень, и также выше среднего, и продвинутый уровень. То есть, все уровни. Экспресс-курс с обильной практикой также. И я бы сразу сделала для вас максимально продуманным. Друзья мои, смотрите, плейлист будет пополняться. Занимайтесь, слушайте фоном. И мы переходим к первому уроку в рамках нашего плейлиста «Английский язык шаг за шагом». Итак, пока начнем с простого. Как строится предложение в английском языке? На самом деле, достаточно просто. Так же, как и говорим. То есть, подлежащее есть. Вот формула «подлежащее». И сказуемое. Плюс «сказуемое». Или по-другому можно сказать «глагол». Плюс «сказуемое» глагол. И сразу давайте посмотрим это на конкретных примерах. «Я хочу чай». «Я» будет «я» будет «I». «Хочу». «Want» «Чай» «Ти». Скажем это. «I want» «Ти». Отлично. Просто отлично. «Я хочу кофе». «Я хочу». «Я хочу». «I want» «кофе». Так и будет «кофе». «I want» «кофе». Просто прописание уже со временем запомнится. И просто привыкайте, как эти слова читаются. Когда много раз встретите «ти», «кофе», то это будет уже просто на автомате. Будет введено до автоматизма. Далее. «Я живу в этом городе». «Я живу». «Я» «I» «живу». «Live» «в этом городе». «В» «in» «этом». «This» «городе» «city». По умолчанию используем слово «city». «I live in this city». Отлично. «Я работаю здесь». «Я работаю». «I work здесь». Многие почему-то часто забывают это слово. Потом обратите внимание на это слово. «Здесь» будет «here». «I work here». «Я понимаю». Друзья мои, я очень рад, если вы понимаете. И можешь сказать на английском языке так же. «Я понимаю». Это будет «I». Верно. Просто отлично. «Understand». «I understand». Но давайте скажем это посложнее. «Я понимаю тебя». «Я понимаю». «Я понимаю». «Я понимаю». «Тебя». «Я понимаю». «You». «You» – это «ты» или «вы». И также «you» – это «тебя». «I understand you». «Я понимаю это». «Я понимаю». «Я понимаю». «I understand» «Это». «It». «I understand it». «Вот просто слово «это» по умолчанию используем «ит». «I understand it». «Мне нравится это». Очень часто мы используем конструкцию «мне нравится» и многие здесь делают ошибку. Будьте внимательны. Итак, чтобы сказать «мне нравится», кому-то что-то нравится, мы используем именно личное местоимение. То есть, мы говорим «I like». Вот запомните, это на важнейшую конструкцию «мне нравится». «I like». То есть, именно «I» мы здесь используем. «I like». «Это» «Помолчание» – это «it». «I like it». «I like it». «Мне нравится эта идея». «Мне нравится». «I like» – это «идея». «Это» «this» «идея» «idea». Видите, казалось бы сложно, но на самом деле не сложно. «Idea». «I like this idea». «Мне нравится это место». «Мне нравится». «I like» – это «место». «Если просто это», мы говорили по умолчанию, используем «it». «А если это что-то», там «это идея», «это место», то мы используем «this». Поэтому именно здесь нужно прибить «this». «This place». То есть, «это что-то» – это «this». «Этот город». «Как будет?» «This city». «Отлично». «Большие молодцы, огромные трудолюбцы!» «Вы так усердно занимаетесь, находите время, несмотря на свою огромную занятость». «Друзья мои, действительно, я восхищаюсь вашим трудолюбием». «Просто прекрасно». «This city». «Далее скажем». «Это место». «This place». «Это идея». «This idea». «This idea». «This idea». «Вот это на важнейшее правило построения предложений. Я считаю, что необходимо уже сразу говорить с первого урока. И в конце также мы с вами посмотрим, как переводить такие предложения. Например, мы изучаем английский шаг за шагом. Итак, друзья мои, им настроить надо свои мысли самостоятельно и делать это легко и непринужденно. Итак, что мы делаем? «I want tea». «I want coffee». «I live in this city». «I work here». «I understand». «I understand you». «I understand it». «I like it». «I like this idea». «I like this place». «This city». «This place». «This idea». Отлично. Дополнительная практика теперь у нас с вами. «Я живу здесь». «Я живу». «I live здесь». «Помните, я говорил обратить на это слово внимание, вот сейчас действительно многие забывают это слово. Давайте посмотрим here. «Here». «Здесь». «Я живу здесь». «Я живу здесь» будет «I live here». «I live here». «Я работаю в этом месте». «Я работаю». «Я работаю в этом месте». «Я работаю в этом месте». «This place». «Я работаю в этом месте». «Я вижу». «I». «Видеть». «Это глагол «see». «I see». «Я вижу». «I see». «Я вижу тебя». «I see you». «I see you». «Я вижу тебя». «I see you». «Я тебя». «Я вижу вас, друзья мои». «Как сказать это?» «I see you». «Друзья мои» – это обращение «my friends». «My friends». «Мои друзья». «Мои друзья» дословно так получается «друзья мои». «I see you, my friends». «Я вижу тебя, мой учитель». «I see you». «I see you». «My teacher». «I see you, my teacher». «Я вижу тебя». Если просто обращение, то там говорят и переводим. «I see you». «I see you», «my friends». «Я вижу тебя». «Я вижу тебя». «Я вижу тебя». «Я вижу тебя». Это, что мы говорили, просто это, это обычно просто it. Далее давайте строить уже более сложные фразы и предложения. Вначале нужно просто знать вот эту формулу, и как переводятся слова. Далее также нужно знать полезные выражения. Например, мы хотим сказать, я говорю по-английски. Я, I, говорю по-английски. Говорить это speak по-английски. Вот здесь нужно не дословно переводить. Многие, кто переводит дословно, делают огромнейшее количество ошибок. Нужно знать именно устойчивое выражение. Speak English. Некие здесь предлоги, дополнительные слова не нужны. Только так. I speak English. I speak English. I speak English. Только так, друзья мои, запомните как раз эти фразы, что мы постоянно разбираем в уроках. I speak English. Я говорю по-английски. Далее другой пример. Ты говоришь по-английски очень хорошо. Ты. You. Говоришь по-английски. Speak English. Очень хорошо. Это фраза. Это фраза. Very well. You speak English very well. Отлично. Просто отлично. Запомните, что very well ставится на конце. Если, например, ты хочешь сказать. Ты очень хорошо говоришь по-английски. Вот у вас, к примеру, есть слова. Значит, you. Значит, очень хорошо. Very well. Говоришь. Speak. По-английски English. И нужно ставить предложение. Ты очень хорошо говоришь по-английски. И нужно запомнить, что very well. Здесь идет только на конце. То есть грамматически так нельзя сказать. Нужно именно использовать на конце, как здесь. То есть, хотя, видите, слова отдельно вы можете так перевести. Но так сказать неверно. Нужно привлекать именно к правильному варианту, что здесь. То есть, неважно, ты говоришь по-английски очень хорошо. Или ты очень хорошо говоришь по-английски. Только так, друзья мои. Только так. И этот пазл собирается именно вот в эту фразу. You speak English very well. Обращаю ваше внимание на это. Далее. Я хочу это. Я хочу это. I want. Это. It. I want it. Мы хотим это. Мы хотим это. We want it. We want it. Я иногда делаю это. Я. Я. Иногда. Sometimes. Делаю это. Делать это. Д. Это it. I sometimes did. Хорошо. Другой вопрос. А как сказать? Иногда я делаю это. Иногда я делаю это. Я делаю это. Sometimes может быть в середине предложения. То есть, видите, между подлежащим и сказуемым или глаголом. В начале или в конце. Здесь без разницы. То есть, если ты хочешь сказать, иногда я делаю это. Ты спокойно можешь сказать, иногда. Sometimes. Я делаю. I do. Это. Sometimes I do it. Или другое предложение. Я делаю это иногда. Я делаю это. I do it. Иногда. Sometimes. I do it sometimes. Я делаю это иногда. По-любому можете сказать. Здесь просто, значит, в середине вы хотите сказать. Начали или в конце. Имейте в виду. А вот very well именно на конце. Итак, отлично. I see you, my friends. I see you, my friends. И помните, у нас с вами как раз было приветствие. Привет, друзья. Привет, друзья. Помните. Привет. Это hi. Hi. И друзья. My friends. Такое обращение. Hi, my friends. Hi, my friends. Привет, друзья мои. Hi, my friends. Обращение мы выделяем обычной запятой. Hi, my friends. Hi, my friends. Hi. I see you. I see you. Вы тоже можете сказать. I see you. I understand you. Эти прекрасные видеть и понимать, что сослово говорят. Это просто прекрасно. Итак. I see you, my teacher. I see you, teacher. I live here. I work in this place. I see. I see you. I see it. I speak English. You speak English very well. I want it. We want it. I sometimes do it. Sometimes I do it. I do it sometimes. Дополнительная практика. Они иногда помогают мне. Они иногда. Они – это they. иногда. They sometimes помогают мне. Помогают help. Мне. Me. They sometimes help me. Я согласен. Я. I. Соглашаться – это глагол. Игри. Игри. I agree. Я согласен с тобой. Я согласен. I agree with you. Я понимаю этот урок. Я понимаю. I understand этот урок. Этот – this урок – lesson. I understand this lesson. Ты делаешь это очень хорошо. Ты делаешь… Ты делаешь… You делать… Далее будьте внимательны. Они очень хорошо делают это. Они… Очень хорошо делают это. Значит, мы с вами помним, что очень хорошо – это very well – ставится в конце предложения. Мы вначале переведем «они делают это». They do it… Очень хорошо. Very well. They do it very well. Друзья мои, я считаю, что также в рамках нашего плейлиста и нашего курса необходимо изучать правильный порядок слов. Потому что многие знают слова, выражения, но здесь много ошибок делается. Я думаю, это нужно искоренить раз и навсегда. Далее. Скажем. Они живут в этом городе. Они живут… Мы учимся здесь. Здесь мы, we, учимся. Значит, изучать, учиться. Это study. Study. We study. Здесь. Here. We study here. Отлично. Я учусь и работаю. Я учусь. I study и работаю. And work. I study and work. And означает и. I study and work. Мне нравится этот результат. Мне нравится. Помните, мы говорили? Конструкция I like. I like. Мне нравится. Получается, I like этот результат. Этот. This. Результат. Result. I like this result. I like this result. Я хочу апельсиновый сок. Я хочу. I want. Сок будет juice. Juice. А апельсиновый сок. Orange. Orange juice. Orange juice. Orange переводится как апельсин. Также оранжевый и апельсиновый. Orange juice. Это устойчивое выражение. Тоже очень полезное. I want orange juice. Отлично. They sometimes help me. I agree. I agree with you. Видите, получается, семейленно. I agree with you. Если более быстро. I agree with you. I understand this lesson. You do it very well. They do it very well. They live in this city. We study here. I study and work. I like this result. I want orange juice. Отлично. Далее. Как сказать? Я изучаю английский. Я I. Фраза изучать английский. Обычно используют именно фразу. Learn English. Learn English. Мы тоже с вами по умолчанию используем именно эту фразу. Learn English. Также еще иногда употребляется фраза изучать английский. Study English. Study English. Но study. Отсюда слово student. Это студент. Обычно в каком-то заведении. В школе, в университете. Study English. То есть это выражение гораздо более узкое. Обычно, вот везде, вот все говорят именно, обычно, learn English. Learn. Это звук R. R. Learn English. Я изучаю английский. То есть неважно. Online, самостоятельно, здесь, там. Разные фразы мы будем разбирать. Вот поэтому по умолчанию используем именно learn English. Но имеется в виду, иногда встречается study, просто реже, обычно в каком-то заведении. А так мы именно говорим I learn English. Далее, как раз вот устойчивая фраза. Я изучаю английский онлайн. Я изучаю английский. I learn English online. Так и будет онлайн. Тоже, опять же, это именно устойчивая фраза. Носители языка говорят именно так. Learn English online. Наша задача говорит так же, как носители языка. А не просто коряво переводить. I learn English online. Мы изучаем английский здесь. Мы. We. Изучаем английский. Learn English. Здесь. Here. We learn English here. Я изучаю английский шаг за шагом. Я изучаю английский. I learn English шаг за шагом. Это устойчивое выражение. Шаг будет step. А шаг за шагом это выражение step by step. Почему-то всем очень нравится это выражение. Я думаю, тебе тоже понравилось. Step by step. Шаг за шагом. Мы изучаем английский здесь. Шаг за шагом. Мы. Мы. Изучаем английский. Learn English. Здесь. Here. Шаг за шагом. Как сказать шаг за шагом? Шаг за шагом. Верно. Step by step. We learn English here. Step by step. I learn English. I learn English online. We learn English here. I learn English step by step. We learn English here step by step. Вот, друзья мои, действительно была такая идея записать данный курс как раз, когда мы изучаем We learn English step by step. Все уровни пошагово, не очень затянуто. Вот, я считаю, должна быть оптимальная золотая середина. Друзья мои, я рад, что вы поддержите данную идею. И, соответственно, значит, цель действительно до вас донести свои знания бесплатно. И научить вас совершенно бесплатно, чтобы действительно мои знания не пропали, моя методика, а чтобы она была общедоступна. И действительно, чтобы данный курс был не просто обычным курсом, платным курсом, закрытым, а был общедоступным, бесплатным курсом. Можно сказать, народным курсом. Потому что часто вы еще называете народным учителем. Действительно хочется для вас делать, значит, еще более качественные, именно такие народные курсы большого масштаба, друзья мои. И, конечно, законченные. Друзья мои, действительно, вы так усердно занимаетесь. Не перестаю восхищаться вашим огромным трудолюбием. Действительно, вы огромные трудолюбцы и большие молодцы. Желаю вам удачи, друзья мои. Но мы с вами в рамках нашего блогиста. Идем дальше. Step by step. Thank you. Спасибо тебе. Thank you. Субтитры сделал DimaTorzok